Просто вынул старую шарманку и засунул новую. Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот посылище из Китая. А прибыла она ко мне из интернет-магазинчика Banggood. Товарчик в этой посылке был предоставлен мне на обзор менеджером этого магазинчика. Добиралась ко мне где-то меньше месяца, как всегда. Вскроем и посмотрим, что же там написали такого интересного на обзор. Вот такой вот здесь коробокс. На нем написано MP5. Что же там за MP5? А тут с этой стороны MP3. Что за MP5 и MP3? 12 вольт. Тут какие-то буквы. Тут еще какие-то буквы. Ну-ка быстрее вскроем, посмотрим, что там. Опа! А здесь у нас шарманка. Шарманка для автомобиля. Вот такую себе магнитолку я выбрал прикольную. С таким вот экранчиком. Вроде бы 5 дюймов там было написано. Ну-ка посмотрим. Так, у нас здесь выпал пульчик вот такой вот. Так. И для подключения этой магнитолы. Те штекерчики. Вот такие вот два штекера. Потом разберемся и подключим машину. В принципе, магнитола в машине моя устраивает. Она такая простенькая. Там флешку втыкнул и слушаешь. Но захотелось чего-то получше, побольше. Посмотреть видео какие-нибудь. Иногда стоишь в дороге. И можно включить, посмотреть. Вот решил заказать на Вангуде вот такую вот магнитолу. Так, это у нас инструкция такая вот небольшая. Ну, это все нам неинтересно. Мы давайте рассмотрим магнитол. Так, сзади у нас входы видео, аудио. Это для подключения, например, или сабвуфера. Или же, если будет камера заднего вида, то тоже можно подключить ее. Например, я тоже заказал на одном магазинчике камеру с заднего вида. Так что попозже, когда она придет, делаю обзор и на нее, как я подключил. Так, а здесь разъем под радиоантенну. Так, здесь разъемы. Это для подключения вот этих штекеров. Все понятно. Предохранитель стоит. Так, и смотрим, что же у нас спереди. Как она выглядит. Спереди выглядит, в принципе, зачетно. Мне нравится. Отличненько. Так, вот эта штука. Посмотрим, как она разбирается. Так, вот эта вот откидывается, и сюда втыкается микро-USB флешечка или же USB 2.0 флешка. Так, я, в принципе, перевернуто держу. Вот так вот она должна быть. Магнитола вставляет. Хм, прикольно. Вот так вставляется, получается, экраном к водителю. Поэтому надо быть за рулем осторожнее, поменьше смотреть в эту магнитолу. Так. Так, и всякие кнопки управления. Значит, это, понятно, звук плюс-минус, скорее всего. Тут всякие кнопочки. Но это мы потом подключим и разберемся. Не переключаемся, не выключаемся. И смотрим мини-обзорчик вот этой вот шарманки. Какая бы ни была у вас машина, всегда хочется иметь лучше, новее и быстрее. Да-да, хозяева Бенсли тоже мечтают о Ролл-Фройсе. Если же на вожделенную обновку денег не хватает или просто не хочется расставаться со своей прелестью, то начинается истязание колымаги ксеноном, псевдопрямотоком и карбоном. Благо, китайские собратья дают полный карт-бланш для полета автомобильной фантазии. Находящаяся в моей конюшне Аудио А6 прошла все семь кругов агротюнинга. Начиная от колпачков, показывающих давление в шинах, и заканчивая клейкой элементов салона 3D карбоновой пленкой. И вот пришла пора заменить старенькую магнитолку на новейшую, о которой и пойдет речь в этом видеообзоре. Первой музыкальной шарманкой в машине была штатная магнитола, которая была мало того, что кассетная, так еще и сломанная. И как я не пытался ее восстановить... В итоге я поставил вот эту вот шарманку, которую подсуетил мой друг и по совместительству сосед. Звучание ее меня полностью устраивало, но вот функциональность просто убивала. И хотелось чего-то поновее и функциональнее. А лучше, конечно же, с экраном. И вот такую вот шарманку предоставил мне интернет-магазинчик Banggood. За что ему огромный лайк. Установилась магнитола очень легко. Просто вынул старую шарманку и засунул новую. Даже не пришлось ничего перепаивать. Штатные разъемы подошли к этой шарманке. Вот даже остались разъемы, которые шли вместе к этой вот магнитоле. Не использованные. Правда, было одно но. Но в начале никак не включалось. Вернее, включалось, показывалась надпись Welcome и далее черный экран. Никакой реакции на нажатие кнопок управления. Но, посмотреть инструкцию, в которой написано, что вот этот вот розовенький проводок отвечает за камеру заднего хода. И немного подумав, что у меня нет камеры заднего хода, отсоединил я проводок и наша шарманка заработала. Теперь пройдемся по функционалу магнитолы. Холодный старт магнитолы занимает около 5-10 секунд. И мы сразу же попадаем на последнюю функцию, которая проигрывалась в этой магнитоле. То есть был AUX IN. Чтобы выйти на первый экран, то есть функционал магнитолы, надо нажать кнопку EXIT на пульте управления. Или же вот эту вот кнопочку 6 на магнитоле. Ну что же, нажмем кнопочку EXIT. Ага, нажали. Получается на инфракрасном управлении, поэтому надо направлять. Нажимаем и выходим на функциональный экран. Теперь видим весь функционал. Радио, музыка, видео, даже фото есть. Типа браузер, но на самом деле это наподобие проводника в компьютере. Календарь, AUX и настройки. Зашел сразу в настройки и поменял китайский язык на английский. К сожалению, русского языка нет. Далее смотрим еще, какие нам предлагают настройки. Ну, естественно, информация о нашей шарманке. Далее сброс всех параметров. Далее получается видеовыход, какой будет с камеры заднего хода. Или PAL, или NTSK. И далее подсветка самой шарманки. Вот сейчас у меня поставлен красный цвет. Можно выбрать любой. Зеленый, синий, желтый, виолетовый, даже белый. И автоматический цвет. То есть будет меняться автоматически. Вот идет красный, зеленый и по очереди все остальные цвета. Я ставлю красный. И еще три настройки. Это первое, эквалайзер, в котором только четыре режима. Сейчас выключен. Далее идет класс, рок, поп. И опять выключен эквалайзер. Также есть настройка даты и времени. На пульте ее почему-то нет. Можно только настроить на самой шарманке, нажав вот эту вот кнопочку. И далее переключением тоже настраиваем ее. И последняя настройка динамиков. То есть левая и правая сторона, передняя и задняя сторона динамиков. Также тут уже есть эквалайзер. Load есть. То есть с басами и без басов будет проигрывать. И настройка громкая. Теперь переходим к приложениям. Открытие приложения мгновенное. В шарманке установлен 4 дюймовый дисплей с TFT-матрицей. Убожество экрана с учетом нынешней распространенности ИПС убивает. Благо, что смотреть на него постоянно не приходится. Углы экрана слабые, конечно же. При прямом попадании яркого солнца на дисплей информативность сильно снижается. В дневное время информация, как видим, читается нормально. Поиск радиостанции пролегает только в FM диапазоне. Никаких AM диапазонов нет. FM2, FM3, FM1. AM нету диапазона. Зафиксировать в памяти можно только 6 радиостанций. Ну тут 6 кнопочек. Запоминание происходит путем длительного удержания кнопки с номером радиостанции. Качество приема хуже даже, чем в прошлом магнитоле. Если сравнивать вообще с предыдущей магнитолой, то это вообще ничего не ловит. Но когда поеду в столицу Белоруссии, проверю, там радиочастот побольше. Может там что-то словит. Вот у меня на прошлом магнитоле одна радиостанция нормально ловилась. Это 99,5. Вот здесь она не фурычет. Даже ничего не слышно. Побольшим звук. Видим, ничего не ловит. На лицевой стороне имеется два разъема. За этой вот крышечкой. Один под microSD карточку, второй под USB 2.0. При подключении любого накопителя магнитола автоматически начинает его чтение. В зависимости от скорости флешки, емкости и объема информации, время чтения может длиться от 2 до 25 секунд. Вы видели, было секунды 3 или 4. И начало читать. На удивление, русский язык магнитола читает отлично. Вот видим. Чтение всех популярных музыкальных форматов происходит без проблем. Независимо от тяжести файла, битрейта и так далее. А вот с просмотром видео не все воспроизводят. У меня были киноклипы, тоже не воспроизводились. Один даже клип на всем известный фильм Mortal Kombat тормозил по страшному. И вообще эта магнитола даже зависала на нем. А другие какие-то неизвестные форматы этой магнитоли она просто пропускает. А вот недавно скачанные с ютуба клипы воспроизводят без проблем. Притом в любом разрешении. Но естественно не выше 1080p. Фотографии можно смотреть в режиме слайд-шоу, а также просто листанием. Режим AUX делится на два подрежима. Простое подключение, либо через разъем AUX и вот этот вот штекер к смартфону. Либо сзади магнитолы. Есть разъемы для тюльпанов. Их работоспособность проверим, когда придет камера заднего хода. И Bluetooth подключение. Переключаем режим Bluetooth подключения. И для подключения устройства к магнитоле обнаруживаем ее под именем AH CarKit. После спаривания устройств на экране магнитолы, Bluetooth горит зеленым цветом. Теперь следующее подключение будет происходить автоматически. Если у вас, конечно же, включен Bluetooth на телефоне. Во время использования на дисплее нашей шарманки ничего не происходит. Кстати, когда заказывал магнитолу, да и в процессе распаковки, даже не заметил, что ее можно использовать как Bluetooth гарнитуру для телефонных звонков. Но потом присмотревшись и опробовав весь функционал вот этой вот шарманки, теперь могу рассказать и о этой функции. Значит, в процессе разговора собеседника слышно очень даже хорошо. Звук транслируется на штатные спикеры автомобиля. Громкость можно регулировать как на телефоне, так и на магнитоле. А также на магнитоле можно принимать вот этой вот кнопочкой. И вот этой вот кнопочкой завершает звонки. Самому же при разговоре приходится немного повышать голос, так как иначе начинает переспрашивать. Сейчас и проверим. Это в скайпе. Вас приветствует служба тестирования связи сайта. После сигнала начнется запись вашего сообщения длительностью до 10 секунд. Затем вы сможете прослушать свою запись. Раз, два, три проверка микрофона. Раз, два, три проверка микрофона шарманки. Еще одна интересная функция Bluetooth это трансляция звука с планшета или же смартфона на акустику автомобиля. Это может быть полезным при прослушивании телефона или просмотра фильмов на планшете. Также некоторыми кнопками на шарманке можно управлять некоторыми функциями в плеере смартфона. Например, вот это включает и выключает песню. И вот эти вот переключают на следующий трек. Или же на трек назад. Режимируя вышесказанное, отмечу, что шарманка с основной задачей воспроизведения музыки с USB, CD-карты или же Bluetooth-соединения справляется неплохо. Звучание хорошее, как и функционал. Портит всю картинку, TFT-дисплей. Целесообразность покупки, естественно, решается индивидуально. Однако она имеет смысл лишь тем, у кого в городе, поселке или же селе нет крупных магазинов электроники. Так как там за эти деньги можно даже без ожидания взять подобную по функционалу шарманку. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...